МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Можно ли навести порядок с реализацией алкоголя у нас в области? И как это сделать? Об этом мы не только поговорим с моим гостем, руководителем Амурского отделения Всероссийского общественного движения «Суть времени» Евгением Ищенко. В эфире свой диалог. Я Елена Красновская. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Елена. Вы так называемым делом пивнушек занимаетесь уже несколько лет. Давайте проведем небольшой такой экскурс в историю, которая началась еще в 2011 году по инициативе губернатора в то время Олега Кожемяка, который инициировал такой необычный и небывалый для общероссийских мерок областной закон. Какой именно? Да, действительно, вы правы. Это история давняя, тянется уже. Злополучный, долгожданный закон уже давным-давно висит в воздухе. В 2011 году вышло первое постановление губернатора о запрете торговли развиванного пива в жилых домах. Тогда наши пивные предприниматели в одну ночь стали буфетами и кафешками, то есть ушли от закона, продолжая, по сути, нарушать по времени. Да-да-да, уходить от этого закона. Да, там вал заявлений, проблема не снималась. И за это время данное постановление, оно переросло уже сначала в законопроект, потом в закон на фоне наводнения. Там были события, ограничения по времени. И в прошлом году, летом, после оценки регулирующего воздействия, после всех необходимых исследований, состоялись большие общественные слушания в июле месяце, где, собственно, общественный договор состоялся, согласовались в моменты. Всё-таки состоялся. Да. И депутаты на осенней сессии приняли этот закон и пошли на встречу предпринимателям, дали шесть месяцев на то, чтобы привести в порядок точки торговые. Но, вопреки всем договорённостям, весной, уже в марте месяце, министерство по предпринимательству пошло на попятную и инициировало перенос ещё на девять месяцев как раз той нормы этого закона, который запрещал торговлю в жилых домах пивом. Депутаты противоположную позицию приняли, хотя осенью голосовали почти ненагласно. За. Поддержали переноси, не вступила норма. И в кулуарах нам чётко дали понять, что, скорее всего, закон будет отменять. И вот пришлось нам летом поднимать всю эту волну заново. Общественное движение «Суть времени» подключилось. Я являюсь руководителем местного отделения. Три месяца собрали 10211 подписей омурчан. 91 населенных пункт поучаствовал в данном процессе. По нашим оценкам, это 70% опрошенных жителей. Это большой срез состоялся. И вот вопреки огромному резонансу, подписям, огромному количеству общественных организаций, вниманию уже с федерального центра, происходит усиленное, можно сказать, лоббирование интересов конкретных предпринимателей. Вопреки большой проблеме, которая всё больше и больше разрастает. Сейчас отдельно об этом поговорим. Хорошо. Какого результата вообще ожидали от этого закона? Что от него хотели получить? И что на самом деле вышло? Отправная точка – благополучие граждан нашей области. Это первично. А предпринимательство, оно должно обслуживать это благополучие. Сейчас же получается, что в тех местах, где жители живут, отдыхают, прямо рядом с ними, в домах расположены… На первых этажах. На первых этажах. В нескольких домах даже несколько точек. Есть у нас примеры, где в радиусе 50 метров 5 точек в микрорайоне. Где-то по 3 точки в одном доме. Ночные концерты на глазах перед детьми, этот образ для подражания, распивающие напитки, шум постоянный – это всё дело. И ответственность должна быть у предпринимательства перед населением, всё-таки первично благополучие населения. Да, но это то, что касается как раз вот этой пресловутой третьей нормы, которую не могут принять. А вообще сам-то закон, в принципе, хороший. Закон хороший. У нас были здесь гости тоже в студии, с которыми мы обсуждали этот закон, которые говорили также силовые структуры, статистика МЧС, УВД, то есть медицинских каких-то организаций. Они же говорят о том, что вот эти вот даже введения ограничений, они очень большую пользу принесли по большому счёту. Получается, сейчас ни в одном регионе нет такого беспредела, который творится в сфере торговли алкоголем у нас в Амурской области. Огромнейший вал, просто шквал пивных точек, вытеснение пивным бизнесом из жилых домов полезных, более полезных, более социально ориентированных, продукты питания, цветочные магазины, книжные, рестораны закрываются, точки открываются. И, конечно же, чёткое наведение порядка, оно нужно, потому что специфика, это сейчас специфичный бизнес торговли алкоголем. У нас Амурская область сейчас лидирует по всей России по подростковому алкоголизму. В полтора раза выше норм подросткового алкоголизма, чем средняя по России норма. И таких факторов негативных в отрицательную сторону лидерства, их достаточно много. Хорошо. Я знаю, что в ответ на позицию амурских властей вы и ряд амурских общественников продумывали ряд акций, мероприятий, которые, причём как на местном уровне, так и с привлечением федеральных каких-то структур. Немножко поподробнее расскажите, что это были за акции и к чему они привели. Единственный инструмент, который сейчас есть у простого общества, у простых людей, у жителей, это публичность. Это привлечение внимания к данной проблематике. Чем мы сейчас и занимаемся. То есть в мутной воде потихонечку все дела и делаются. И, соответственно, наша возможность – это привлечь внимание. У нас уже проявили интересы именно столько развития к данной проблематике и некоторое федеральное средство массовой информации. И если у властей нынешних не хватит политической воли, чтобы наконец-то закрыть этот вопрос, то эта проблематика выйдет на федеральный уровень, и тогда уже будут совершенно другие результаты и другие последствия. Нужно ли это нашей Амурской области? Нужно ли её так ослаблять с негативной стороны? Или всё-таки пора уже наконец ставить точку в этой затянувшейся фарсе? Это уже пусть решает сами власти. Мы будем реагировать на ситуацию. Что конкретно всё-таки? Пикеты? У нас уже сбился со счёты, сколько пикетов было. Но сейчас одним из главных мероприятий за всё время – это будет митинг. Так. Который состоится? Стоится 28 ноября в эту субботу в 12 часов на площади Ленина. Крайне важно прийти на этот митинг. Я приглашаю всех жителей города, области, гостей на этот митинг. Наша задача сейчас чётко и ярко показать, что это важно, это не безразлично. Это прямой инструмент для того, чтобы наконец решить этот проблем и убрать конкретные пивнушки из конкретных домов. Все, кого это беспокоит, пожалуйста, приходите на митинг с друзьями, с товарищами, с общественной организацией, коммерческие структуры. Кстати, вот по поводу коммерческих сторонники пивнушек говорят, что все предприниматели против – это не так. У нас достаточно много предпринимателей, молодых, которые считают данный бизнес токсичным, неэкологичным это называется, занимаются другими сферами, нормально себя чувствуют, платят налоги. К слову сказать, из 30 тысяч предпринимателей, только 300 предпринимателей занимаются непосредственно в Амурской области вот этим пивным бизнесом. Ну и вообще, поскольку это давно уже идёт этот разговор, давно это дело рассматривается, то есть у предпринимателей, в принципе, было довольно времени, чтобы где-то переориентироваться, где-то перейти. Судя по тому, что они этого не делают, видимо, уверены, что закон не вступит в силу, что тоже наталкивает на определённое размышление. Ну вы вообще не раз писали, что у вас есть устойчивое ощущение лояльности мужских властей, да? Я думаю, что это есть здоровая часть среди властей, которая не приемлет и старается как-то повлиять. А есть чётко заинтересованные лица, возможно, коммерческие, возможно, ещё как-то ещё дружеские, там, кумовство. Пусть разбираются соответствующие органы, для них работа. Но такое ощущение есть по заявлениям, вот по недавнему заявлению Дьяконова, это председатель ЗАГСобрания, где проигнорированы факты и подписи, и большого количества организаций. Позиционируется всё как равные позиции, общество разделено на две части, хотя фактология нет. В общем, что чаши весов равны, да, здоровье общества и интересы предпринимателей пивных. 300 предпринимателей, 70% жителей области, 10 тысяч подписей и та неизвестная позиция. Здесь всё чётко и понятно, и вопрос нужно это давно закрывать, наводить порядок. Иначе всё это будет очень хуже. Евгений, а вы вообще верите, что когда-нибудь всё-таки этот закон вступит в силу целиком? У нас здесь без вариантов. Нет, без вариантов уже. Просто даже если мы сейчас, предположить, что отойдём от этих всех вопросов, что ещё 100-200 пивнушек добавят, сейчас уже больше 500. Уже больше 500, да. До какого-то первого эксцесса, потому что даже в комментариях, в общениях люди обозлились уже и прямые угрозы к пивнушкам, и что типа если наконец власти это не сделают, ну просто это закончится каким-нибудь эксцессом, ещё большим скандалом на федеральном уровне, и тогда уже будет подниматься вопрос о профпригодности. Структур государственных, которые курируют эти вопросы, которые заниматься должны этими вопросами. Закончится ещё хуже. Поэтому пока совсем... Не хочется. Не хочется этого, да. Не хочется об этом думать. Всё-таки мне хочется верить, что приоритеты будут расставлены верно. Всё-таки что между здоровьем нашей амурской области... Да, мы очень надеемся, что у нашей амурской области есть здоровые силы, которые справятся с этой ситуацией и решат в сторону благополучия наших жителей, наших амурчан. Евгений, спасибо за такую вашу активную, довольно жизненную позицию, за ваше неравнодушие. И благодарю вас за разговор и желаю не останавливаться, идти до победного конца в своей деятельности. Спасибо. Я думаю, что всё у вас получится. Я тоже в этом уверена. Спасибо. Сегодня был свой диалог с руководителем Амурского отделения Всероссийского общественного движения «Суть времени» Евгением Ищенко. Это и другие выпуски программы. Смотрите на портале sm24.ru. А я прощаюсь с вами. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова